В среду Вашингтон официально объявил о прекращении сотрудничества с Турцией по программе F-35. Этот шаг штаты анонсировали и предупреждали Анкару о том, что ее договоренности с Москвой о поставках комплексов ПВО С-400 несовместимы с работой самолетов пятого поколения производства не только США, но и стран НАТО. Просто кроме штатов еще никто в Альянсе не производит подобные машины. Как пишут американские специалисты, нынешние системы вооружений, как самолеты, так и средства ПВО, используют элементы искусственного интеллекта, в которые закладываются сигнатуры своих объектов, способных определяться системой как цель и, естественно, чужих целей. То есть система загружает сигнатуры своих самолетов в первую очередь, поскольку определение своих самолетов, а тем более самолетов, использующих технологии невидимости, должно предотвратить поражение их собственным оружием. Это уже совсем не та система распознавания свой-чужой, что была раньше, а намного более сложный комплекс данных. Понятно, что сигнатуры собственных самолетов задаются более точно и непосредственно, в отличие от того, что можно получить с использованием различных датчиков и других средств о самолетах противника. То есть для того, чтобы турецкие С-400 сопрягались с американскими F-35, надо прописать сигнатуры этих самолетов в вычислительную систему С-400. То есть для этого комплекса ПВО надо раскрыть критические данные, которые не должны уйти к противнику ни под каким предлогом. Турецкая сторона заверяла американских партнеров о том, что не может быть и речи о перетоке информации в сторону россиян. Но это не устроило американцев, и они имеют на это право. Ведь пока турецкие ВВС не получили новые самолеты, прошивка из систем ПВО не произошла, и они просто не могут знать о том, какие данные должны быть загружены в систему. С другой стороны, они не могут знать и всех нюансов С-400, а это большая система с каналами спутниковой связи, что в принципе может быть использована для удаленного доступа российских специалистов к уже проданным Турции комплексам ПВО. Ведь ни для кого не секрет, что серийно выпускаемая военная техника и вооружение имеют экспортный вариант исполнения, в котором имеются некоторые отступления от того, что производится для собственных военных. И еще не факт, что в экспортном варианте что-то будет недопоставлено. Вполне возможно, что будет поставлено что-то дополнительное, что при определенных обстоятельствах может либо переслать россиянам закрытую информацию, либо вмешаться в работу системы с другой целью, связанной с новыми самолетами. Кроме того, Ф-35 славится тем, что он работает в сети на поле боя и может удаленно управлять современными системами вооружений воздушного, наземного и морского базирования, в том числе и системами ПВО. А это значит еще один канал сопряжения, а его обычно налаживают во взаимодействии с производителем, а значит с россиянами. Наверняка есть еще какие-то моменты, которые просто закрыты грифами, но логика американцев понятна. И наоборот, зачем Эрдогану надо было иметь себе такие проблемы, неизвестно. В результате Турция вылетела из программы, хотя принимала участие в финансировании проекта и рассчитывала закупить более 100 самолетов. Между прочим, 4 машины для Турции уже выпущены, и на них турецкие летчики проходили подготовку в США, но теперь их вернули домой, а условия контракта позволяют штатам не передавать готовые самолеты стороне, которая нарушила его условия. Но даже если бы поставка уже состоялась, то такая высокотехнологичная техника требует высочайшего уровня сервиса производителя, а без него самолеты встали бы на прикол. Так что последствия игр с Москвой уже налицо. Теперь стоит вопрос о том, насколько это затронет участие Турции в НАТО. Пока вопрос остается открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok